АЛЛАТРА КНИГА ИЗМЕНЯЮЩАЯ МИР Анастасия, насчёт того, чтобы быть постоянно в форме, это вы хорошо заметили. Но что интересно, зачастую люди ассоциируют фразу «быть постоянно в форме» со спортом. Точнее, с тренировками спортсменов перед соревнованиями. Например, помню, когда шли первые наработки данной медитации в группе, то ребята стали сравнивать её со спортом. Мол, любой тренер прекрасно понимает, что искусственно создав своему подопечному условия, максимально приближенные к реальным, он тем самым увеличивает его шансы на победу в ближайшем состязании. Хороший спортсмен также знает, что несмотря на все трудности тренировок, на все ушибы и ссадины, он, благодаря преодолению этих препятствий, приобретает опыт и навыки. Со временем спортсмен привыкает к каждодневным повышенным требованиям к самому себе. Это лишь со стороны преодоления таких разнообразных учебных препятствий может выглядеть как нечто сложное и, возможно, даже лишнее для основного соревнования. Сам же спортсмен полностью поглощён работой над усовершенствованием своих навыков. Он прекрасно осознаёт, что жалость к себе на тренировках и попытки увиливать от нагрузок однозначно приведут к проигрышу на соревнованиях. Ребята сделали выводы, что это очевидно так же, как и в данной медитации, на активацию задней и боковых сущностей, а затем их отслеживание в повседневной жизни. Когда человек искусственно создаёт себе всевозможные варианты препятствий и учится их преодолевать. Разве что с одной лишь разницей. Здесь, в отличие от спорта, человек является тренером для самого себя, поэтому сам и выставляет себе повышенные требования к своей бдительности. Успех такой работы над собой, как и в спорте, напрямую зависит от того, насколько добросовестно человек относится к ней. Пример, безусловно, понятный для тех, кто начинает практиковать данную медитацию. Но что я заметила? Люди в данном случае использовали шаблонные установки, принятые в обществе в качестве позитивных. Спорт здесь рассматривается как работа и победа над собой, ассоциативно сравнивается с духовной работой. Но если посмотреть в смысловой корень этих процессов, это далеко не одни и те же понятия. Ригден. Верно, это подмены, на которые мало кто обращает внимание в начале своей спортивной карьеры, но очень четко ощущает их в ее конце. В обществе считается, что если человек занимается спортом, особенно большим спортом, то это означает, что он побеждает в первую очередь себя, в смысле преодолевает негативные качества, лень, учится дисциплине и так далее. Это даже рассматривается как условие гармоничного развития личности. А победы в большом спорте вообще преподносят, как вершина человеческого труда в самосовершенствовании. Но мало кто замечает, какие глобальные подмены скрываются в этих понятиях. С чем ассоциируется спорт у большинства людей? Во-первых, с игрой, где главное одержать победу любым путем. Во-вторых, со стадионами, где собирается большая масса болельщиков спортивных состязаний. Последняя сосредотачивает свое внимание на игре, которая провоцирует в ней большой всплеск эмоций. Причем, заметь, вполне ожидаемый и запланированный всплеск эмоций независимо от результата игры. Умным людям стоит задуматься над этим, кем и для чего это делается на самом деле. Ведь эмоции человека — это мощная энергия. Негативными эмоциями человек подпитывает животное начало, а массы людей — животный разум. Да и как вообще возник большой спорт? Как появились спортивные соревнования в виде массовых зрелищ? Зачастую люди не анализируют даже те сведения, которые им преподносят в прессе, я уже не говорю о самостоятельном поиске причины явления. В прессе часто приводится пример, что первые олимпийские соревнования были организованы еще в Древней Греции. Но по каким причинам они возникли? Немногие знают, что подобные мирные зрелищные соревнования были следствием ведения постоянных войн. Чем лучше спортивно подготовлены воины той или иной стороны, тем лучше был результат исхода войн для их организаторов. И этот стимул животного начала до сих пор отражен в реалиях спорта сегодняшнего дня. Подготовка к соревнованиям, да и сама цель стать чемпионом, по сути основывается на постоянной стимуляции в спортсмене мании величия, эгоизма, духа соперничества. Ведь чем больше в нем взыграет амбиций, тем серьезнее он будет готовиться. И речь здесь идет не о победе над собой, как везде рекламируется. Все внимание личности в действительности концентрируется на выработке навыков управления своим телом в необходимый момент, в том числе используя его резервы и феноменальные способности. Это всего лишь небольшая победа над плотью в рамках доминирующего мышления от животного начала. А ради чего спортсмен жертвует собой, своим жизненным временем, здоровьем? Ради славы для себя лично, а заодно и прославления государства, которое за победу предоставляет ему разные льготы и привилегии. Но что кроется за организацией подобных соревнований и эмоциональным участием в них миллионов людей? Что они стимулируют в людях? Об этом мало кто задумывается. А чем в результате заканчивается карьера того же чемпиона? Разве он побеждает самого себя? Нет. Его итог — былая слава, ущемленное чувство гордыни, что он остался недооцененным своим государством, и внутренняя пустота. Ведь как только у него начинаются проблемы со здоровьем, или он перестает побеждать в соревнованиях, он становится никому не нужен. А в большом спорте это частое явление. Провоцирует все эти негативные всплески именно внутренняя пустота. Потому что победить себя — это значит преодолеть в себе животное начало. Вот здесь и заключается достижение духовной гармонии, а не в совершенстве овладеть некоторыми навыками управления своим физическим телом. Заниматься спортом — это замечательно, но лишь для того, чтобы поддерживать в здоровом состоянии свое тело, дабы не было больших проблем от животного начала. Но гораздо важнее эта концентрация человека на своей духовной составляющей. Вот в чем смысл. Анастасия, вы правы. Это проблема общества, но начинается она с человека. Даже касательно данной медитации, когда человек будет сосредоточен на серьезной, ежедневной работе над собой, в собственном духовном развитии, в общем, будет учиться находиться на качественно иной волне восприятия, то и его сущности начнут работать по-другому. Они просто будут чаще переключаться в новый режим работы этого доминирующего восприятия, проявляя, по сути, другие свои качества и возможности, в том числе и так называемые феноменальные способности человека. Как писали в древнеиндийских трактатах, «Действуй, но отрешись от плодов деяния», то есть действуй бескорыстно, а не из себя любия. В этой медитации, на мой взгляд, заключен очень важный момент понимания природы человека, его сложного устройства. Она позволяет на личном опыте понять таинственный процесс зарождения эмоциональных всплесков, мыслей человеческих. Ведь химические и физические процессы в мозге — это уже следствие первичного эзоосмоса, то есть первичного энергетического толчка. Я помню, как вы хорошо ассоциативно сравнили работу промежуточного мозга со своеобразным приемником, который преобразует энергетические колебания, поступающие от сущности сигналы, тонкую материю чувств и эмоций. Субтитры создавал DimaTorzok